К Земле приближается самая яркая комета за последние 7 лет. Ее можно будет наблюдать в течение недели. После чего 23 июля комета С-2020-F3 подлетит к Земле на минимальное расстояние – 103 миллиона километров, а затем ее видимость будет ухудшаться. 3 июля она прошла перигелий, это точка максимального движения к Солнцу. Расстояние до Солнца было чуть ближе, чем от Солнца до Меркурия, то есть по космическим меркам не очень близко. Есть кометы, которые приближаются к Солнцу намного ближе, но и выжить таких комет шансов намного меньше. Комета в перигеле благополучно пережила и сейчас начинает удаляться от Солнца, но при этом еще какое-то время, до 23 июля, она будет уменьшать свое расстояние, свое удаление до Земли, и поэтому ее блеск сейчас остается практически постоянным. Небесное тело было открыто 27 марта этого года космическим инфракрасным телескопом «Нео Вайс». В следующий раз комета вернется только через 7 тысяч лет. Уникальное явление можно наблюдать невооруженным глазом северо-западной части неба. И, конечно, делать это лучше на открытой местности, например, за городом. Во всей красе комету можно увидеть с помощью бинокля, подзорной трубы или телескопа. Учитывая яркость кометы, все равно она очень хорошо видна, при условии, что открыт северный горизонт, потому что она невысоко поднимается, не выше 10-15 градусов сейчас. И если ее наблюдать, то нужно, чтобы север был открыт. Ну, вот такая интересная конфигурация ее на небе, она добавляет, ну, можно сказать, интереса с точки зрения ее фотографирования, потому что сейчас достаточно часто появляются серебристые облака, и она находится в поле серебристых облаков. Это, конечно, зрелище просто фантастическое. Если это удается запишлить на камеру, то можно получить просто шикарные снимки. Диана Желенкова, Универ Ньюс.